Егейминг Бэтс Более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. Егейминг Бэтс Ты точно знаешь, кто победит. Субтитры создавал DimaTorzok Надоело играть с обычными скинами, но нет денег на новые? Разбогатей быстро с CS GO Fast! CSGOFAST.COM Это высокие шансы на победу. Несколько комнат с различными режимами игры. Ежедневно более тысячи игр. Пяти тысяч игроков. 25 тысяч разыгранных вещей. Тебе не нужно много скинов, чтобы стать победителем. Ну да, группа D, наверное, самая ожидаемая для СНГ региона. Тут сразу две команды, за которые можно попереживать. Это Gambit и Hellraisers. А их соперники Spirit, кстати, тоже под российскими знаменами. То есть у нас вообще супер батл. Ну и темные лошадки, венгерские фрукты. Венгерские фрукты попали в настоящий жесткий такой наш Венегрет. Ну что же, Team Spirit против Hellraisers. Давайте посмотрим на баны. Чуть-чуть попозже, уже ближе к игре, напомним вам составы играющих команд. Ну что же, бан Трейна, бан Кобблстоуна. Очень интересно в исполнении Hellraisers. Хотя, в принципе, понятно, минус даст два, минус оверпасс. Ну и давайте посмотрим, что у нас по пикам. Ну, довольно интересно. В принципе, тут, может, и на трех картах все закончится. Первым пикает команда Spirit, выбирает Мираж. Кэш Денюк. Вот решили с козырей зайти. Hellraisers, ну и кэш решающий. Ну что же, друзья, отлично намечается каточка. Кэш будет точно. Первая либо вторая карта. Вот Кван точно мне напомнит порядок играющих. Мираж первая. Ну что же, Мираж Нюк. Нюк очень интересный выбор. По всей видимости, действительно, команда HR готовила. Готовила именно Нюк. Ну, понятно, что соперник ее тоже не вычеркивал. Но, возможно, капитан надеялся, что либо тот человек, который... Пронесел, да? Да, тоже что-то точно вычеркнут. Ну, а либо так же играют. Сейчас посмотрим. Поэтому давайте посмотрим, что у нас по ставкам. Пока что больше на Team Spirit. Интересные, да, интересные ставки. Ну, я знаю, почему именно такой коэффициент. Он у вас на экранах. 54 против 46. За последние 4 дня российская команда Spirit выиграла 8 официальных поединков подряд. Ну, посмотрим. А, неправильные ставки были. А, неправильные ставки. Ну, на самом-то деле, все равно высокие. Ну что же, давайте дождемся матча, потому что я ожидаю действительно жаркой борьбы. Команды что-то тренировали. Стенд-ин у команды HellRaisers. Я думаю, ребята там тоже в последнее время что-то интересное готовили. Вычеркнули их любимый оверпасс. Его не будет. Но ничего страшного. Я думаю, и так нас порадует Денюк. Ну и на самом-то деле, Мираж должен быть очень интересным. Да, Мираж, Кэш, Нюк, то есть карты рабочие. Особенно любопытно будет посмотреть на команду Spirit и Нюк. По-моему, они его не играли. Ну, об этом уже попозже, ближе ко второй карте. Ну и, наверное, не лишним будет напомнить, кто же Стенд-ин вместо Оскара будет Смайк у HellRaisers. Ну, да, давненько гуляла эта новость. В принципе, все и так знают, что будет играть именно этот парень, который был еще в Академии. Ну, просто официальных матчах с ним не было. Можно сказать, что это их воспитанник. Ну, да, бывшие Explosive играли с Смайком. Потом там состав нестрадал. Ну, там еще и до этого была целая история. Ну, на самом-то деле, именно воспитанник, а не какой-то взятый, где-то выдранный игрок из какой-то там чужой команды. Поэтому посмотрим, как пойдут дела. Ну и, конечно же, очень интересный такой состав у их соперников. Это, конечно же, Team Spirit. Здесь, ну, воины Кибакина. Это Софтфик, это, конечно, Колди, это Дима, это Давкост. Очень известные уже, в принципе, в наших КС-кругах, да и, в принципе, европейских игроки. Уже осветились на чемпионатах. Давкост, конечно, уже побольше с Кибакином успели поиграть. А Давкост уже и на мейджор успел съездить. Ну, опять-таки, после последнего минора у нас там прошла серия решаплов в СНГ КС. Ну и вот теперь имеем именно такие составы. Тут сайдпик прям какой-то лютый. Смайк, оставшись один-два, порубал своих соперников. Ну и посмотрим, каков будет выбор команды Hellraiser. Флаг поменялся на украинский. Опять же, с приходом Смайка в состав именно три украинских игрока. Получается так, получается так. Действительно, Ангел, Бондик и Смайк у нас из Украины. Ну и что же, конечно же, Стико, Зеро, мы этих парней уже давно полюбили, давно смотрим. Возможно, вот в такой пятерке заиграют тоже в новых цветах. Ну и где-то ждем анонс от Оскара. Наконец узнаем, где же будет играть этот парень. Точнее, это станет уже известно широкой публике. В принципе, уже, возможно, кто-то овладевает такой информацией. Ну и, конечно же, этот парень усилит, я думаю, какой-то топ-коллектив. Да практически любую команду он может усилить. Очень талантливый снайпер, в принципе, я думаю, лишним не будет. Ну что, давайте посмотрим пистолеты. Ну очень амбициозный парень, поэтому действительно ждем анонсов очень громких. Опять же, вот в эти решафлы, в это трансферное окно, можно так сказать. Ну что же, пистолеты, давайте посмотрим, что придумает Team Spirit в атаке. Hellraisers, такой простой снова раунд, опять же, модный в последнее время. Отдается Upland, Delpan, окно, играется Short, контролится B длина и отдается точка. Ну, тут вопрос, как будет действовать атака. Довольно стандартное начало, мы видим, атака решает просто пушить КТ, Ашер. Будут пытаться делать ретейк точки, Бондик грамотно не стреляется, дождался хилпы. Ну и выбивание началось. Также грамотно Team Spirit не пошли дальше, попали бы в капканы. Ловушка, но пытается все-таки правильно действовать агрессивно, такими выпадами. Но на самом-то деле подставили из-под стика. Как же играет этот парень? Ну, ответ какой от Сотфика, он просто разломал Team Spirit. Всю команду Hellraisers остается, Бондик получает по голове. Четыре фрага в ряд после двух энтри от Ашер. Вот это огрызнулись. Team Spirit. Ну, на самом-то деле, вот судя по ставкам, ставки вот у многих 50 на 50 Hellraisers, опять же, вот все ждут какой-то, конечно же, большой игры от этих ребят. Но, опять же, непонятно, что может случиться в межсезонье. Поэтому останется ли все-таки в итоге Смайк, да, будет ли замена какая-то громкая. В общем, увидим. И, в общем, когда команда висит в таком непонятном состоянии, она не всегда получается хорошо играть. Ну, понятно, что Смайк будет стараться сейчас больше всех. И, конечно, я должен отметить, что, наверное, мы увидим хорошую игру от этого парня сегодня. Посмотрим. Да, следим особенно за его результатами. Это первый официальный бой Hellraisers с июня. Последний матч был с Оскаром. Они проиграли его шведской пятерке. Вот не помню, каким, но кому-то слили. С другой стороны, Team Spirit, конечно же, захотят обыграть команду с громким названием. Неважно, в каком она там находится состоянии. Это всегда плюс морали. Это всегда приятно. И, конечно же, парни тоже хотят пройти дальше в Star Series. В SLI лиге, конечно, в втором сезоне. И будут биться в этой группе со всеми, я думаю, очень сильно и серьезно. Все-таки там уже тоже созрела парочка игроков, которые должны показывать большой уровень, серьезный уровень игры. По крайней мере, ожидания от группы D у нас очень высокие. Сразу три СНГ команды. Особенно Spirit в последние дни заявили о себе. Ну и те самые венгерские фрукты. Это вообще загадка. То, что, как они играют. Так, приключения на апдауне. Пока что после команды Team Spirit додавили дальше из Zero. Отлично, остается Бондик вместе с Ангелом. Ну и посмотрим, как эти парни будут действовать. Возможно, попытаются что-то украсть. Вот сейчас минус от Ангела. И он попытается, наверное, забрать девайс. Здесь Бондик тоже на шорт. Ну и смотрим. Можно, можно все-таки испытать удачу. Но этот дым, по-моему, все-таки, да, заставил Ангела сыграть более сейвово. А Бондик все-таки запрыгивает в ледер-рум. Ну и остается Бондику теперь найти какой-нибудь калаш. Ох, какой тайминг. Вроде бы был бы хороший для Бондика, но не попадает по голове. 52% у соперника остается. Ну и, в принципе, наверное, нужно оставлять эти девайсы на следующий раунд. Пригодится, пригодится. Да, Team Spirit потеряли двух игроков. Возможно, еще кто-то отъедет. Но нет, все-таки Бондик получает пулю в лоб. Это 2-0. Можем пока вот у нас будет, скорее всего, экономический УАШР. Обсудить обнову в КСе. Вот сегодня ночью выкатили новые звуки пистолетов. И также поменяли спрей у калаша и двух эмок. Ну вот, судя по моему лицу, было видно, что я сегодня как раз активно с самого утра юзал патч. Ну да, немного не поспал, но зато... Ну, знаете, на самом-то деле, конечно, да, есть спорный вопрос по тому, как сейчас стреляют пушки при зажиме, там, при определенном контроле спрея. Но, если честно, звуки особо, как всегда, ну, не слишком сильно повлияют или не слишком сильно раздражают. К ним, как всегда, очень быстро привыкаешь. Вопрос, вот, надо пару трупов к ней поиграть, чтобы понять, вот, что же стало лучше с АКМом, с Эмкой. Ну вот, парни-то играют уже на новом патче. Будем особенно внимательны, кто контролит спрей, кто все-таки пытается использовать буст. То есть, по пульке сейчас теоретически легче вешать. Ну и, кстати, первые, по-моему, пять патронов в зажиме летят также немного точнее. Ну, знаешь, я видел уже пару графиков, вот как раз смотрел перетрансляции. Там, ну, судя по всему, даже не по пульке, там серия зажима на большое количество патронов. Оно будет довольно неплохое. Но давайте побольше об этом. Два в два ситуация. В итоге что-то пытаются вот сделать ребята из HellRaisers. Но нет, по концовке, уверенно, Кебакин, Колди разбираются своими оппонентами. 3-0. Team Spirit хорошо начинает это БО-3 противостояние. Первая карта. Ну и начало положено. Что делают HellRaisers? Вот, судя по графикам, действительно проще там зажимать там первые какие-то 5-7. Да, первые пять пуль летят точнее, чем до этого. Это здорово. То есть можно накидывать по несколько патронов или вообще таппингом, допустим, как тот же Scream действовать. Хотя и так я думал, что, ну, вот первые патроны всегда, если клацать на мышку, летят более-менее точно. Но сейчас еще точнее они будут. Ну, я думаю, мы увидим в ближайшее время там кучу обзоров, кучу мнений там топ игроков. Все-таки что-то поменялось. Опять же, вот сейчас и HellRaisers, и Team Spirit, не знаю, были ли утренние тренировки у ребят, но, наверное, все-таки как-то они дополнительно успели поиграть перед этим матчем. Ну, да, должны были, по крайней мере, на АИМКе все-таки потренить. Ну, и не так она прям колоссально поменялась. Все-таки я не думаю, что помешает тут именно этот фактор в матче. Ну, что, первый оружейный раунд с Майк СВП. С ВП также работает давкост. Посмотрим, чего стоит юный игрок команды HellRaisers. Ну, в принципе, там также юные есть ребята и в команде Team Spirit. Ну, в общем-то, очень интересно, опять же, повторюсь, противостояние у нас намечается. Ну, и довольно пассивно пока что стоят ребята из HellRaisers. В коннекторе есть уже сотфиг. Ну, и потихонечку какой-то сплит-раунд готовит команда Team Spirit. По бомбе сейчас увидимся. Ну, бомба немного ближе подошла к базе B. Но, опять-таки, есть еще время развернуться. Колди смещается по T-респауну. Ну, все, это сплит на B. Шорт, да, да, да. Это сплит на B. Возможно, что-то еще там с апдауном придумают. Но, скорее всего, все будет банально просто. Вопрос, что у нас там на связке команды HellRaisers вообще себе думают. Ашеры вообще в эту минуту уже стоят практически не двигаются по позициям. Закинули сейчас флешку по Zero. Он вынужден стянуться немного глубже. Стико мажет. Ну, хотя бы инфудал, как мы видим, HellPies Kitchen. А вот про шорт забыли. Ну, и тут в ряд отлично работает Zero. Пока что забирается третьего. Падает бомба. Ну, и два в один ситуация. Бондик и Ангел должны, вроде бы, завершать для себя этот раунд с плюсом. Все для них сделали славацкие игроки. Но всякое случается. У Дима, это плентил. В принципе, можно попытаться сыграть более-менее закрыто. По одному выцелить. Хотя нет, Ашер действует в звене очень хорошо. Но где же фраг? Ну, вот он пришел. Но хотя бы все было очень на тоненьком. 24. Были хорошие шансы у Дима сейчас выиграть важнейший раунд для Дим Спирит. Сбить экономику Ашером. Но нет, не сейчас. Это первый. Но, опять же, минус 4 девайса. Выбили и выбили. В принципе, Ашера забирают первый раунд. Конечно, у Дим Спирит там все шикарно в плане финансов. Мы видим по 7 тысяч на руках. То есть тут на пару девайсных будет закуп. Не знаю, на пару или нет. Потому что там было у парня 3 тысячи. Ему дали сейчас дроп. Кто-то потратился в ноль. Ну да, что-то как-то все решили приобрести. Конечно, все возможные. Все гранаты. И даже если поставят бомбу, там проиграют раунд, это будет немного. Там 2 400 максимум. Но закуп у Дим Спирит все равно поплотнее. Мы видим у Ашер Стико на Фомасе. Бондик остается с UMP в руках. Но, тем не менее, есть АВП. Вот, кстати, ждем врывок какого-то Ацмайка. А, нет, я просчитался. 2 700. Ну ладно, это все равно не меняет картину, ребят. Опять же, да, действительно, очень интересно, когда же мы увидим эти первые выстрелы Ацмайка. Но это зависит, конечно, от команды Тим Спирит. Потому что первый оружейный раунд. Ребята попытались выйти на Б. И почти получилось. И это давление продолжается на девайсах. Снова Zero. Снова к словакам. В той же позиции сидит Zero. Но не получается почему-то никак его выбить. Снова размен в плюс для HellRaisers. Ну, Ангел отлично. Подработал Кибакина в центре карты. И остается последний игрок. Сотфик. Да, у него есть бомба. Тут одна ошибка от Ашеры. Уже попроще ему будет. 1 в 2. Не получилось справиться с коннектором. Скорее всего, не подозревает он, что Китчин уже открыл. Игрок команды Ашер. Ну, и бомба, это, наверное, важнейшее, что мог сделать в этом раунде Сотфику хорош. Как будто опытнейший игрок. Сейчас действовал с майк уверенно, услышал бомбу. Да, не растерялся. Не стал там ждать лишнюю хилпу. Прекрасно понимая, что игрок Team Spirit с бомбой в руках. Он будет ставить. Самое главное, что все-таки не промахнулся. Хотя, опять же, вопрос его могли и разводить, и фейк там, дефьюз. Но, неважно, он попал, все. Теперь он прав, это забыли. Никакого развода не было. Парень сидел на попе ровно с бомбой. Сложно было там промахнуться. Получилось вот как никогда хорошо для команды Hellraiser. Не дали поставить бомбу соперникам, не потеряли ВП. Все просто шикарно. А вот поджин с подвалом. Казалось бы, на самом деле, Стико пораньше увидел соперника. Но все-таки entry kill делает команда Spirit. Хотя их тут быстро разваливает ангел. При этом выживает на чудесах. Ну, нет, все-таки не успел дым взорваться. Дима допушил, дал по ножкам ангелу. Остается последний игрок. Дима против троих набил неплохо. Смайка может его забрать. Смайка отходит. Понимаю, что одна пуля, и он погибает. Также бит из зера. Можем насладиться новым звуком P250 по концовочке этого раунда. Но не дали пострелять особо Диме. Бондик заканчивает раунд. Ну, вот уже и 3-3 у нас на экранах. Ну, что же, неплохо. HellRaisers отвечают в серии раундов. Ну, и деньги вот сейчас, наверное, закончатся у Team Spirit, если они не поставят бомбу и не захотят там играть какой-то там самый сверхполный бай в следующем раунде. Бомба нужна, бомба нужна, как воздух. Spirit, они, конечно, отдали 3 подряд, но и потратили очень солидную сумму. Очень быстро действует атака. Вот прям раунд B, сплит на B, раунд под A сейчас. Ну, видно, что подготовлено действует ребята с Team Spirit. Пытаются разыгрывать подготовленные раунды. Вот не знаю, или против HellRaisers там играли, или вместе тренировались, либо это просто их подготовленные обычные такие раунды. Ну, судя по всему, простые такие вот вещи. Да, без излишивств, без супер каких-то фейков. 3 плюс 2, вот запустили одного в центр. В принципе, эти раунды довольно рабочие. Это хороший раунд, там это на обдауне, да, игрок уже находится? Он, честно, в окном. Да, да, да. Но прием от Ангела неудачный под коврами, а все-таки нет. Удачный прием. Он все-таки выживает, дает минус. Стика ему халпует, так же появился здесь и Смайк, и Ангел. Ну, просто красавчик. Очень хорошо играет старина Кирилл Карасев. Остановил весь этот врыв. Ну, опять-таки, HR, наверное, тысячи вот таких раундов видели, когда парни просто выходят под базу А. 11-1-3. У Ангела 1-1-5 в Бондика. Ну, опять же, пока что очень уверенная защита после этого пистолетки и двух раундов после этого начала. Да, Team Spirit делают, мы видим, минимальный бай с прицелом на следующий девайсный. Ну, наверное, можем пару слов сказать про сегодняшний самый громкий анонс. Как-то мы забыли об этом упомянуть. Ну, как же ж так вообще. Симплуха-то, все уже в Na'Vi официально. Ну, наконец-то, своей любимой команде будет играть. Все этого ждали, все об этом говорили. И это случилось. Вопрос, а конец ли это? Последнее ли это громкое заявление команды Na'Vi? Я имею в виду, они вообще в этом трансферном окне, потому что, я думаю, анонсов будет много. Ну, по крайней мере, первое, на самом деле, громкое. Теперь ждем объявления про Оскара. Еще там что-нибудь любопытное. Ну, я жду заявления там от этой команды, как она. И ой-ой-ой! Так, ладно, не будем суточки всякие говорить по поводу этих раундов. Но, в общем, 4-4 и мы продолжаем. Смайк снова с ВП. Уверенный бай у команды Hellraiser. Да, есть, да, первого Хармора. Но они играют интересно. Пуш на мидл, по идее, должны были убирать. Точнее, Ангел должен был убирать Диму. На его экране казалось, что вот-вот будет фраг. Но, тем не менее, нет, это размен. Дальше идет Сико и снова ошибка от игрока команды Hellraiser. А вот тут стрельбы уже немного не хватило. Вроде бы выходил на точку раньше Стико, но куда-то спрей улетел выше головы. В итоге Team Spirit 4 в 3. И точно так же Ангел по стрельбе вроде первый начинал стрелять. Такой, ну, намного перевее, как казалось. Но не добил своего соперника. Так вот, да, Симпл в Na'Vi очень круто. Я думаю, и для команды Na'Vi Swincer, и для Симплухи. Да, теперь там просто молодая гвардия захватила руль, захватила власть. Ну и посмотрим, все-таки теперь мы ожидаем, что же случится с командой Na'Vi. Как изменится игра и как вот этот приход повлияет вообще на команду. Ну, время для замены весьма удачное. Все крупные турниры как раз завершились. Есть промежуток, чтобы потренироваться. Но вообще все перспективы там, конечно, шикарные. Два очень хороших снайпера топ-левела. По-моему, это то, что нужно для команды D. И в Counter-Strike Global Offensive. Плюс ребята, которые могут также там 3-й и 4-й что-то подобрать. Ну да, опять-таки Сист играл роль второго снайпера. Теперь и Симплуха может брать АВП. То есть тут весьма такой обширный. Ну, интересно, как команды построят свою игру. Как там Старик все построит. Ну и посмотрим, конечно, и будем об этом следить и говорить чуть попозже. Сейчас же HellRaisers все-таки вроде бы уверенно отвечают. Но вот Кибакин последний на машине. По нему вроде бы есть инфа. Да-да, он стрелял только что по пленту. Там, в принципе, главное не умереть с Майку. Ну и Кибакин абсолютно не теряется. Понимает, понимает, что второй в упоре. Ну, опасненько. 9 секунд. 9 секунд, дядя, ты без бомбы. А где же бомба? Всякая бомба в шарте. Кибакин вообще растерялся. О, ну тут, в принципе, Бондик все делает правильно. Бондику ничего не надо было делать. Ну, можно выйти еще и дать ему сейчас хэдшот. По-моему, Бондик так и делает. Но просто лавочка спасает соперника. Опыта не хватило, что ли, игроку Team Spirit. Хотя Кибакин, опять-таки, ну один из самых опытных в этой команде. Наравне с Новкостом. Ну вот, как-то так. Да, интересно, что же будет в ближайшее время таких ребят, как NIP, Moussports. Все-таки Face, может быть, какой-то анонсик сделают. Да, конечно, большинство топ-коллективов, по идее, оставят свои составы. Ну, опять-таки, уже вроде бы там давно напрашивала замена Fox'а у Moussports. Chris' J вроде бы как тоже будут менять. Ну, непонятно, потому что, возможно, Fox' там очень много шифрует. И точно так же Chris' J. Поэтому не все так просто поменять полностью игру. Правда, там, лидеров команды. Ну что же, размену. Нет, на этот раз Майк там жестко настреливает с ВП. Также Stick'а неплохо принимает на свои позиции. И остается один давкост. Он, конечно, может жестко раздать с ВП. Но тяжелейшая у него снова ситуация. И не первый раз мы видим три в одного. Да, ВП, конечно, не лучший девайс. Но он, понимая, что с Майкрасной достал пистолет, поставит в этот раз бомбу игрок TeamSpeed. Наслаждаешься новыми звуками или нет? Классные. Классные звуки. Ну, опять-таки, я уже к UMP-шкам привык. Их вроде бы тоже не так давно заменили. Думаю, это дело-то такое наживное. Ну что ж, в коврах есть игрок HR. Ну, довольно неплохо действует давкост. Но ковры, конечно, могут его погубить. Хотя с этой позиции он... Оу, и опасно не попадает. И теперь ему очень сложно будет. Но, тем не менее, он продавливает соперника. А там Дефьюз все это время давкост. Тупо не слышал, что там Дефьюз пока стрелялся. Да, причем это жесть. Такие обидные раунды у TeamSpeed. Это жесть просто. Это жесть. Что творят HR? И 6-4. Ну, и пока что HR переламывает ситуацию в этом матче. Ну, классно, классно сыграл Стико. Четко начал дефить. Ну, и вот эти новые звуки. Пистолет там, наверное, на полкарты было слышно. А вот звук Дефьюза пропустил. Ну, TeamSpeed четко читают экономику. Считают все. Они понимают, что у Hellraiser's мало денег. Там есть и первая армора у Смайка. И UMP-шка залетела в исполнение Ангела. Это не самый, опять же, плохой девайс. Мы об этом постоянно говорим с кланом. Но, тем не менее, 4 тэка, калаш. И прососалась атака по карте. Вот пока что контролируют. Где-то на фраге идут. Я думаю, какой-то будет нашифрованный раунд от команды Spirit. Вот они тут пытаются и Short задымить, и флешки откинуть. Хотя в итоге нарисовывается у нас сплит-выход. На точку А, да. Что-то очень простое. Хотя тоже очень много гранат потратили. HR, кстати, не идут на... Вот кто там стиков. Все-таки нет. Идет-идет хелповать. Уже из Китчена на КТ открылся. На тополе. Ой-ой-ой. Ну все, HR знает. 100% знает. Но, тем не менее, минус от Кибакина забирает Бондика. Очень легко. Ой-ой-ой. Как близко оказался тот террорист. Смайк все-таки попадает. Я уже хотел сказать, забирает его досадно. Но Смайк забирает и второго, выбивая бомбу. Видит третьего. Дает важнейшую инфу. Тут, конечно, немножечко заигрался, по-моему. Ну да, тяжело было попасть. Но в итоге минус стика. И остается 1-0. Но его и слышали только что. Правда, минус он все-таки сделает. Где-то была у него информация. Но, тем не менее, один в два. Хороший ответ. Второй Форс. Это Тим Спирит. Второй Форс. Молодцы, Тим Спирит. Ну а вот Хейл Рейзерс. Все умерли, за исключением Смайка. АВП убило двоих на заходе. А вот где Хейл Па, где основной игрок на Абл? Непонятно. Буквально один девайс и четыре тэка было в закупе у россиян. Настоящая битва у нас на первой карте. Мираж, опять же, одна из самых популярных карт в данное время. Многим она уже очень сильно надоела. Играющим там матчмейкинги, фейс, и так далее. Но, тем не менее, именно Мираж, кстати, помог команде Virtus.pro выиграть и Лигу. Показали они очень классные, качественные раунды. Прям загляденье было. Ну и неплохо подготовились против своих соперников. Да, хотелось бы, конечно, увидеть рубку против команды СК. Но об этом уже поговорим. Ну, СК там вообще... Получается, через два месяца поговорим. 20 сентября они вроде бы сказали, что готовы, готовы ехать. Но, опять-таки, они же не тренятся вот эти два месяца с Фером. Не, может и будут, но, опять же, ему будет не до этого. С поломанным носом, да, сидит такой. Ему будет не до этого. Кто не знает также информацию о команде Дискогейминг, опять же, Google, ребят, учимся применять. Точнее, не учимся, а вспоминаем. Я думаю, опять же, большинство наших зрителей все и так знает. Да-да, все-таки, как бы, лучшая команда планеты. Осталось 4 плюс 1. Сложно такую новость пропустить. Ну, кстати, время взять ответный Force Buy. А Шером Zero, ну, нашел ты респауни одного. Неплохо. Ну, Team Spirit понимает, что соперник знает, где же они находятся. Поэтому, в принципе, наверное, вот завяжется бой здесь, в центре. Выйдет подвал, возможно, подсадка. Либо что-то все-таки свое интересное придумает. Ребята из Team Spirit все-таки хорошая. Ой-ой-ой. Вот там одного под Б убили. Это был, кстати, единственный игрок в звене. Хотел сказать, хорошая подборка гранат. Да, но это все моментально ломает оборону команды Hellraiser. И посмотрите, что происходит. Будет двое стягивается на точку. А пустое. Ну, Zero должен как-то тут свою эмочку реализовывать. Да, в кост. Я уже думал, побежит один. За ним вот как раз-таки три игрока. Все, командный будет выход. Ну, все-таки, в Ашеру угадали. С выходом здесь могут случиться приключения. Если будет попадать Zero, забирает одного. Второго подрезал. Смайк, отлично. Но все-таки Дима работает. Минус Zero. Важнейший вырубил с кольтом игрока. Смайк. Три в три. Смотри-ка, один красный. В шарте просто отлетает Сотфик. Ну, все-таки, по ходу, Ашера ответит своим соперникам за два взяток форс-раунда. И, наконец-то, сами что-то выигрывают. 7-5. Форс-бай на форс-бай получился. И, кстати, экономика Team Spirit подорвана. Хотя они делают еще один форс. Конечно. На характер. Ну, очень интересно, куда же они сейчас пойдут. Хороший, хороший матч, по-моему, намечается у нас, ребята. Очень интересное предложение будет и первой карты. Ну, и напомню для тех, кто недавно подключился и не посмотрел, что же здесь по картам. Далее Нюк. Да, пик команды Hellraiser. Так что ждем каких-то нашифровок. Вот прям своей домашней картой Нюк. Интересно. Мало команд вообще выбирают Нюк. Обычно там третья какая-то. Ну, пока мало кто может сказать, что Нюк наша карта. Я думаю, ни одна команда мира не может так сказать. Вот почему так интересен Нюк. Можно его выбрать, но выиграть это уже совершенно другая история. Ну, тут, кстати, тусовка под окном. Смайк это видел. Дело... Вот зачем было это прыгать? Уже три раза спалились, и все равно полез он в окно. Ну, надеялся, возможно, что соперник будет более аккуратен. Ну, ладно, Дима продолжает там неплохо вырубать шорт. В этот раз Ангел пострадал. С хедшотом забрали этого игрока. 4-4 ситуация. Перетяжка в кухню от игрока Hellraiser. И, в принципе, подсадка проходит. И вот теперь вокруг нее, наверное, будет и вся завязка этого раунда. Дает минус. В спину не попадает игрок с кухней. Ну, да, в Коста все-таки со всех сторон тут затыкали. Но, правда, его Дигл доставляет неприятности уже не в первый раз. А вот ошибка от Димы. Ну, ошибка, либо просто не повезло. Это уже судить вам. Ситуация 3-2. И проход на Безера слышит своих соперников. Принимает одного. И, по идее, второго нет. Все-таки Шолди, но ненадолго. Ну, вот он, кстати, тот самый Спрей. Там он начал давить. И уже седьмая, восьмая пуля далековато от модельки были. Это седьмая, восьмая? Я не знаю. Первые пять летят как раньше, шестая примерно, а дальше уже хуже. То есть надо пять вот так и отпустить. Старая школа по три. Да, да. Поднакидывать по три-четыре пульки. Это самый топовый стиль сейчас будет. Ну, увидим. Смайк. В принципе, если попасть четыре из Калаша, то, ну, это фраг. Пока что вроде бы неплохо справляется с обязанностью снайпера в команде Hellrangers. Но, видимо, второй половине. Да еще тут доиграть кое-что нужно. Ангел останавливает центр вместе со стика. Отлично. Стоится последний игрок. И Ангел также его забирает. Минус четыре. Мясорубка просто в центре карты. Ангел собрал урожай. Закрепился, я так понимаю, все-таки на первом месте в своей команде. Да, Зеро дышит ему в затылок. Так, ну, вот во время последнего раунда первой половины, возможно, удастся выйти вперед. Так, мы вот, опять же, очень много говорили про игроков на этой первой карте. Но не забываем, что тренер команды Hellraiser с Джонта. Опять же, тоже было большое изменение. Не только Оскар ушел, но и сместили Ламыча. Да, тренера пришел Джонта. Ну, и, конечно же, аналитик Ами также работает с командой. Уже не первый месяц. И, в общем-то, опять же, посмотрим, к чему это все приведет. Ну, для начала вот надо из группы Д выйти. Ну, для начала должны закончиться решафлы. Окончательно уже. Что же, выход через Яву. При этом никого в коврах нет. Это позволит Бондику просто развернуться и убить всех. Опасный момент. Кебать, вроде, хорошая такая была позиция. Но просто простой выход, простой минус. Простая вообще серия фрагов от Ашеров. Ну, и они разбирают 10-5. Тим Спирит отлично, уверенно действует Hellraiser в этом матче. А вот Тим Спирит под конец, по-моему, сдали позиции. Очень классно начали. Брали два форсбая. Какие-то качели. А последние раунды 4, ну, как-то слишком топорно. Посмотрим. Может быть, это тот мираж, в котором будет очень сильно рулить защита. И Тим Спирит ответит. Еще жестче. Все-таки там есть кому пострелять. Есть хороший снайпер. Пять в атаке. В принципе, опять-таки счет удачный. Ну, если бы не пистолетка, наверное, не так все смотрелось бы. Мы видим, ну, буквально два девайсных. Подожди, они взяли пистолетку, два следующих и два форса, да? То есть ни одного девайсного, получается, Тим Спирит не выиграли. Но это печально. Тем не менее, цифра 5 пока еще выглядит не так плохо. Пятерка, да, есть. Но по игре, ну, как так, ни одного девайсного. Два форса, но это на ошибках Ашер. То есть Тим Спирит слабее в первой половине получились. На своем выборе, на своей карте, да, Мираж. Ну что, ждем начала. Такая печальная история, да. Пока что вроде бы вырисовывается для Тим Спирит, но своей игрой можно доказать, что это не так. И, опять же, удачи командам. Пистолетка, вторая, первая карта по-прежнему, ребят. Ну, и это первая энтри-матча группы D. Квалификации, я сказал, электрового сезона. Ну, я думаю, кто смотрит матч, тот понимает, что это такое. Да, совсем скоро мы узнаем все команды второго тура. Там уже залетят флипсайд, Энви. А у нас встреча на Эльбе, центр карты. Ну, не только они, там, да, в список вроде бы вообще весь топчик приглашен. Посмотрим, как пойдут игры. Минус от Зера неплохой. 4 в 4 ситуация, ну, и пока что выход на вот вроде бы сейчас. Вот если Колди продавят, то все. Но Колди не сдается, выбивает бомбу. Живет, живет до конца с двух сторон. Ой-ой-ой, как неудачно все-таки получается у Хэллэйзера задавить окно. Ну, и с горем пополам это делают. 2 в 3. Тяжелейшая ситуация. Без армора остается. Надежда на Зера. Они идут просто воевать в два дула. В принципе, неплохо может получиться. Но Кебакин. Ну, вроде бы, барачекали одного. Их со всех сторон уже обложили соперники. Здесь вообще яму не ожидали. И Сотфик по 5 пистолетка за Team Spirit. Нет, нет, нет. Мы еще поиграем, говорят ребята. Ну, с пистолетами на форсбаях действительно Team Spirit очень хорошо выглядят. 10-6 у нас на экранах. Ну, как-то слишком долго Колди убивали. Вот прям втроем они на него бежали. Он успел двоих забрать. Да и сейчас, по-моему, с бомбой немного все равно поспешили. Ну, или наоборот, медленно. Пока чекали КТ, их уже из ямы обошли. Ну, вот. Поспешили. Все-таки нужно было ожидать эту яму. Как-то там ансываться. Желательно вливаться в одного игрока. Вроде бы была попытка ворваться в КТ-спау. Но я так и не понял. Они увидели там нычки игрока. Наверное, Мукибакин там чекал прыжками. Там надо было уже прям бежать в это КТ до конца. Да, возможно, побоялись, что там есть справа второй. Попадут просто в перегрестный огонь. И все это закончится вообще плохо. Ну, бывает и такое. Это все-таки пистолетка. Смотрим за продолжением. 10-6 за Хелл Рейзерс. Выход на центр карты. Все в коннектор. Здесь подвал. Здравствуйте, говорит Авкост. Не идет стрельба. Нет. Все-таки на последних пулях дал минус. Правда, разменялись Ашер. Коулди забирает с Майка. Ну и Зеро соло. Да, 1-4 разменялись Ашер. Ну и остается, конечно же, Зеро, который попытается где-то еще найти, может быть, какой-то девайс. Что-то выбить, как-то повредить экономику Team Spirit. Но получится или нет. Остался он без бомбы. Придется все-таки идти как-то ближе к центру карты. Ну и позиция Димы тут вообще нечитаемая. Окружен, но не сломлен. Зеро. Давай. Никто налево не смотрит при таком выходе. Дима грамотно стал. 10-7. Ну а Таркада Медла, кстати, похожую мы видели в первой половине у Team Spirit. И, в принципе, так же она завершилась. Ну, мясорубка, когда Ангел Квадро сделал. Вот то же самое. Так, 10-7. Есть бай у Hellraiser с Галилой. Четыре калаша по гранатам тоже. В принципе, неплохая подборочка. Ну и посмотрим, как же будет действовать эта команда. Война за Мидл продолжается. Там, правда, уже Довкост на снайперской винтовке. Возможно, будет тяжелее теперь Ашер воевать за центр карты. Нет. Дым. Довкост играет пассивно. Тоже не выходит дальше чекать. Ну и пока что Hellraiser занимает Мидл. Ну вот тут под ямой скользкий момент. Кибакин под флешку собирается все-таки, по-моему, идти. Но Бондика флешка не ослепила. Ну и Бондика отлично контрит эту ситуацию. Йоу, выход. И по идее Бондик там должен был убивать соперника. Но нет, Кибакин отличный хэдшот. А бомбу не увидел. Вот это повезло Ашер на самом деле. Если бы там Кибакин еще и плент увидел в яме. Беззащитный. Так, ну там игрок с ковров побежал. И его также слышал Кибакин. Вот в чем проблема для команды Hellraiser. Что двое вышли к коннектору, а двое на терриспауне. Бывает и такое. Ну что, Стико с Майк остаются. Хоть бомбу подобрали в яме нормально. Ну они должны были там подготовить плацзарм для выхода. Сделать фраги, зацепиться. Там просто не убили. По стрельбе снова проблемы местами бывают у Hellraiser. Ну и Team Spirit показывает свои зубы на первой карте. И показывает, что не так просто выбрали Мираж. Я бы уверен, что, конечно же, основной упор был сделан именно на сторону защиты от этой команды. Ну да, так и есть. Team Spirit показали себе в пистолетном раунде. Ну и, как мы видим, продолжают в хорошей манере обороняться и на девайсах. Да, вот тут же и девайсные зашли. Но, тем не менее, все-таки, опять же, за счет именно пистолетов пока что набирает свои раунды Team Spirit. А и Стико неплохо давил, мы видим, второго. Но Кибакин, конечно, оказался, прямо скажем, козырным тузом в рукаве. И неплохо Стико только что повредил экономику соперников. Но этого пока что мало нужно сыграть. Так и раунд Hellraiser. Счет станет 10-9. Ну, если не случится беды для Team Spirit. Ну и там уже, конечно, начнется основная концовка этого первого матча. Первой карты. Ну и суперрубка. Матч, конечно, не концовка. Нюк, нюк. Мы все ждем нюк. Да, нюк. Это выбор команды Hellraiser. Ну что же, Стико плюс Ангел. Два дигла у атаки. Именно от их действий будет сейчас строиться раунд в нападении. Ну, Стико под самоком пытается увидеть кого-то. Тут, в принципе, есть. Колди увидел. Так. А увидел ли Колди? Непонятно. Дает флешку. Да, вроде увидел. Врывается. Чекает. Не попадает очень сильно. Но, тем не менее, Стико вообще не попал ни пули. Ну да, Колди давал возможность энтрифрага. Игроку HR не получилось. Ну и, как мы видим, Ангела тоже там накоцали. С диглами не пошло. Так. Ну и втроем против пятерых еще сложнее, конечно же, для HR задача становится. Ну и вряд ли такое вообще как-то можно потащить. Хотя посмотрим. А, нет. Что-то подлагивает GoTV сегодня. Пару смачных хедшотов и все будет замечательно. Да, вспоминаю я вот Давко с первой половины. Эти два фрага из дигла до сих пор просто перед глазами. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой тайминг словил Кебакин. Нет, тут просто задавили. Вообще весь этот центр под балконом просто была уничтожена. Команда Hellraisers. Ну и теперь есть оружие 10-9. Вот теперь уже HR, конечно, нужно начинать действовать, если они хотят все-таки забрать карту соперников. Да, это второй девайсный после смены сторон. Бондик, видимо, решает покупать АВП все-таки с майку или нет. Так, 5000. Калаш Армор. Ну вот, пять калашей. В принципе, неплохо. Там вообще фармган, я вижу, Team Spirit. Ну да, Колди решил подзаработать. Нет, конечно, такая тоже непростая экономическая ситуация у этого коллектива. Но давкост может себе позволить играть агрессивно. Контролит подвал, попадает в ногу Ангелу. Простил, простил Ангела. Ему сегодня нормально по ногам пуляют. По крайней мере, на мираже. Давкост прям очень как-то открыто действовал. Самоуверенно прям в одно дуло занял этот миддл. Но, тем не менее, пока без энтрикила обошлось. Да, но уже очень мало хпшечки остается у Ангела. Все-таки живой. Нормально. Ну, выход под А. Судя по всему, тут задача Ангела Зера. Или привлечь внимание, попытаться раскачать оборону. Или все-таки уже смещаться. Потому что игроки, по идее, готовы к штурму А. Так, ну да, действительно, Яма пошла. Ковры пошли. Двое игроков фейкует. Бэплэнд. Потом нужно перетянуться все-таки. Там в центре этот АВИК. И непонятно, где он будет находиться. Но стянулся в кухню вроде бы. Уже остается двое здесь точки. Но позиции в упоре. Плюс головы. Вот надо упор убить. Кибакин вообще с трона тут не будет смотреть на А. Все-таки на миддл больше. Вернулся на Делпан АВИК. И уже просто фейканули. Но, тем не менее, игрок уже успел побывать и на Б. И вернуться на точку. Да, действительно, как-то долго выходили. Ну все. Разрыв. Разрыв в точке. Слишком медленно выходила атака. АВП команды Team Spirit успел через всю карту занять вот эту конкретно позицию. Да, теперь уже в Hellraiser все-таки встретились и познакомились с проблемами атаки на этой карте. Ну и пока что очень неплохо вроде бы действует Team Spirit. Хотя Бондик пытается бороться. 1-2. Опасно. 7 секунд на таймере. Ну вот тут уже, конечно, нужны были фраги. По-моему, Дима не рассчитывал даже стреляться. Просто в миддл ушел. 10-10. Этим можно делать Заку. В принципе, команда HR сейчас. Ну, нужно брать, да. Нужно брать и все-таки показать уже характер. И показать свои раунды. Какие-нибудь тимплейные выходы. Потому что пока что как-то тимплейные не получается играть. Что-то там пробуют, что-то комбинируют парни. Но уже счет 10-10. Как бы нужно остановиться. И нужно наверняка начинать играть. Вот как вчера Тим Икс, когда подпирало. Ну а Тим Икс очень жестко собирались. Тащились с чем угодно. Конечно, и расслаблялись жестко. Но в нужных раундах брали свое. Вот о чем мы говорили. Довкост чувствует уверенность вообще в защите. Очень нагло играет второй раунд подряд. Уже два минуса делают парни. А Шеры даже до позиции своего раунда не дошли. Да, попытались выйти в центр. Но мы видим, Тим Спирит поломали все эти планы. При этом этот Колди с фармганом никак не может умереть. Он же сам лезет на рожон. Дайте мне Кольт. Не хочу с автоматом. Ну вот, минус. Долазился. Все-таки в затылок в итоге получил из ямы. Но это все равно не порадует как-то Хеллрейзер. Остается Зеро против четверых. Бомба не в руках. Минуты. Да, есть времени. Но что тут сказать? Одиннадцатый раунд. Вот-вот заберут Тим Спирит. Да, Барона берет по идее сейчас шестой подряд. Ну а вот Ашер с атакой еще не клеится. Ну, должны начать набирать. В принципе, Тим Спирит более-менее по одной схеме играет. То есть давкост агрессивно в центре. Колди там где-то в упоре под А. Можно сделать какие-то выводы. Так. Зеро. На фраге действует. Ждет шарта. Но тут очень командно не подлазят по одному Тим Спирит. У Зеро проблемы большие. Конечно, теперь уже вот он и не вышел. За бомбой не пошел. Надо как-то АВП. И зажали его со всех сторон. Если бы убить АВП и засейвить, наверное, вообще бы раунд был суперкрутым. Но, как мы видим, Тим Спирит перехватывают инициативу. Выходят в минимальное преимущество по счету на табло. А Шер по-хорошему нужно, наверное, подкопить на АВП. Да, тейки, арморы. Возможно, какой-то врывчик будет. Ну что же, небольшой форс-раунд. Чуть-чуть закупились. Посмотрим, конечно. Ну, даже не форс, все-таки это, наверное, экономически. Хотя три армора. Ну, а три армора, а три деглайд. Называйте, как вам удобнее, ребята. Ну и опять же, вот. Ну и опять же, вот. Все тот же дефолтный раунд. Все тот же дефолтный раунд. Двое ходят под Б. Двое яма, один ковры. Мы уже видим вот очередную попытку исполнения его. Теперь уже с пистолетами в руках. Но, опять же, помним, в прошлом раз двое там пыталась как-то фейковать. Фейк не получился. Да, Тим Спирит не повелись. Очень быстро была перетяжка под базу А. И встречали уже большинство. Уже очень аккуратно играют Ашеры, опять же, ожидая поджима из-за каждого угла этой карты. Ну, Ангел показал, кстати, дегл. Тут навряд ли вообще кто-то будет с ним стреляться. Ну и вот смотрим на таймер, во сколько пойдет атака. В минуту, что ли, пойдут? Втроем. А потом эти двое как-то должны отрезать соперников. Нет, просто смещаются в коннектор где-то на 50-й. Я думал, в мидл пойдут, но Ангел вообще через терриспаун. Нет, ждут, ждут все-таки своих тиммейтов, чтобы все-таки, наконец-то, были задействованы в атаке все пять игроков. Хотя бы четыре. Холды. Ну, готовы, готовы. Подвал прошел, стул прошел. И сейчас просто вот молотов тайминговый идет в коннектор. Все, про эту позицию можно забыть. Ну, в принципе, Ашер спокойно еще секунд десять могут холдить. Есть уже минус по Ангелу, минус по Смайку. Ковры перестреливаются. Ой-ой-ой, все пропало. Шеф, все пропало. Зеро один в пять. Да, не получилось сдать ответный минус Кебакина. Опа, все-таки уничтожает. Мы видим, Зеро по второму залетело. Да, еще троих нужно убивать. Пока что не отрелоудился. Все равно нарывался на коннектор. 12-10. Тим Спирит четыре раунда до победы. С болью, с потом катка тащится. Да, опять-таки, взяв буквально раунды на форс-баях в первой половине. На смене сторон, по-моему, семь подряд уже для Тим Спирит. И очередные девайсы у Ашер уже с АВП. Ну, давай, Смайк. Ну что ж, да, под ноль почти закупились ребята из HellRaisers. Давко снова агрессивно работает в центре. Не пошли боевать, кстати, за мидл на первом тайминге Ашер. Я думал, все-таки Смайк рискнет. Знаешь, типа, сейчас я этого Давкоста там в мидле. Ну, там от респауна много зависело. Посмотрим, вот есть информация по шорту. АВП стреляла, но не знаю, это будет окно или коннектор. Но Дима просто убивает Стика. У Димы вообще там на каждый раунд один и тот же план. Под этот смоук чекать стенку. Стика уже ждал этого выхода. Но Дима все-таки оказался чуть поярче во имя. Не нужно, потому что придумывать велосипед. Многие команды там повторяются. Игроки там Фер часто пушат этот шорт постоянно. Опачки. Три фрага без ответа. Вот это неплохо зашли. Смайк, Бондик, Ангел. Два их развалил. Кибатин только смог зацепиться за минус. И остается один сотфик. Ну вот Ашеры наконец-то показали свои рога. И протаранили базу А сейчас. Ну, неплохо. Вот так можно заходить. Просто нужны фраги. Правда, по одному тут стреляться не лучше Варик. Бомбкерри погиб. Времени 50 секунд. Ну вот тут буквально шальной патрон должен убить сотфика. Ну подожди. Думаешь, сможет побороться еще? Ваншот, ванкил. Так. На Ксукау или как там? На Ксукау жесткий. Сейчас покажет там сотфик. На Ксукау. Его там пошли уже чекать на КТ. Минимальная информация будет. Сотфик вообще через коннектор перетянулся. Ну смотрим. Напасненько. Парить боком, по идее, закрыт. Вот-вот-вот момент хэдшота. Вот так вот. А по второму не было инфы. Зеро разменивается. Ну недалеко на самом деле ушла команда Spirit. Вновь только один раунд. Отделяет пятерки друг от друга. Да, и снова по экономике особо никто далеко не может убежать. Вот Team Spirit, да, вырвались вот только что. Но им тоже это выбили все ребята из Hellraisers. И буквально... Ага, 2 ВП купили Team Spirit. Интересно. Все очень жестко. Ну да, 2 ВП этот вариант. Сейчас так же удивить опять же Ашеров по позициям. Ну и смотрим, какой раунд. Что-то новенькое у Hellraisers на этот раз. Никого нет в яме, никого нет в коврах. В термском респауне уже смещается игрок в район центра. Так, Димаш, опять под свой дым будет центр пушить? Что-то быстрое. Ну да, по идее сплит-выход, но тяжело делать сплит, когда в центре это дофкост, который душит вообще. Могут там просто раскидать и в шорте там один потом в спину выйдет. Главное вот дать дым сюда, вот в зигзаг, под колонну. Стика уже получил не ваншот. Сотфик. Второе, это ВП не ждут Ашер. Это будет такой мини-сюрприз для них. Врыв на Б, кстати, а тут только Сотфик. Лол, как так вообще произошло? О, как хорошо заходит Зеро. Уверенный прицельчик, шорт. Но там, кстати, дым и есть. Ребята все правильно сделали. Там на опыте стал снайпер. Неплохо Сотфик вроде бы и принимал, но просто получил невероятный шот. Ну да, он там один был с шорта, смотрел. Бэн. Ну, да, в кос хотел там агрессивно сыграть, ворваться сейчас с плент. Не дождался тиммейтов. Хотел как раз вот зацепиться за бой, чтобы на себя отвлечь внимание. Но его моментально вырубают. И тут уже сейв. Понятный и грамотный от Team Spirit. Хорошо, правильно действуют ребята. Ну, кстати, два ВП потеряли Team Spirit. Закуп себя не оправдал. Ну и по позициям все-таки Ашер переигрывает своих оппонентов. Выход под Б был как нельзя кстати. И в тайминг, и по стрельбе. Ну, на самом-то деле ты понял, что получилось. Два фрага и выход закончился. По сути, первый уже все решил. Да, Сотфик в этом шорте вообще ничего не сделал. Плент пустой. Давко сдал один минус. Его тоже разменяли. И три пацана там за три километра. Ну, немножечко перемудрили с расстановкой. Возможно, ожидали. Вот, скорее всего, ожидали, что это вот точно будет. Это Аплент, но точно не случилось. Ну, молодцы, Ашер. Вот поменяли вектор атаки. Вышли уверенно в Б, без медла. И результат не заставил долго ждать. Очередная ничья у нас с вами на экранах. Ну, и на последний уже практически закуп у Team Spirit. Три игрока остались. У двоих по 100 и 600 долларов. Ну, тут точно уже на последний. Хотя, может быть, снова будет какой-то невероятный форс в исполнении этих ребят. ВП с Майк. Вот под конец карты форситься не очень-то хочется, наверное. Отдавать потом два эка. Ну, и раунд под точку А. Вот теперь уже такими ударами начинает играть команда HellRaisers. Если поначалу атаки свои они там что-то там пробовали, там шифровали, какие-то фейки. Сейчас уже вот, говорится, силушкой наваливаются. В лоб идут. И это получается снова entry kill минус от Ангела. Ой-ой-ой, Кибакин стройно отвечает. Ангел в спине. Ну, вот Ангел же делал фраг. Тут ошибка Кибакина очевидная. Кибакин не ожидал, что так нагло будет действовать атака. Ну, полетел за ним Кирилл Карасев. Забрали стика. Три в три. Хорошо, выходит давкост. Какая ошибка уже от HellRaisers. Тут супер нагло действует давкост. Вот прям просто вышел с АВП. И просто развалили кабину. Не увидел только что-то проход на Тетрис. Может быть, еще подерется немножечко Бондик. Но нужно вырубать с первой. Он зажат. Тяжело, конечно, Мансаваса в такой ситуации. Правда, дым ему помогает. Как ушел. Так, 13 патронов. Дефьюз. Вейк, дефьюз. Увидел двоих. Нормально. Ну, все. Тут просто нарвался на спреи в дымах. И все-таки Team Spirit, несмотря на entry kill от HellRaisers, берут этот раунд. Два ВП в сейве. Бомба была у Ашеров. Также посмотрим. Это байк, конечно же. Будет, будет закуп у Ашер. Ну, и Team Spirit огрызнулись. Несмотря на entry kill. Несмотря на то, что Ангел еще и Кибакина задавил в коннекторе. Ангел старается. Смотри, 22 фрага набил уже. Ну, жестокая рубка. Что сказать. Все, опять же, ожидали. И, судя по ставкам, все было близко. И, действительно, так и происходит на первой карте. Далее нас ожидает более жаркий нюк. И еще раз напоминаю, ребят. Это прямой эфир. Судия SLTV работает. И, конечно же, SLI League. Второй сезон европейский. Квалификации. Квана Таффу микрофонов. Да, также у нас по утрам будет Китай. Завтра, послезавтра, ребята. Определяются три команды, которые точно поедут на ланфинал. В Китай. Да. Там китайский ланфинал, после которого будет пропуск на другой ланфинал. Ну, что же. Вот никогда не подумал сказать, что вот китайцы принимают домашний StarLadder. Но вот это тоже случится. Минус от Колди. Забирает Зеро. Теперь уже защиту. Руфлот принимает головы. Забирает все-таки Смайк. Дима на размене. С Бондиком. Три в три. Снова рубка на Апланте. Все в КТ. Да, да. Все в КТ. Очень странные позиции. Пошла подсадка. Довкост понимает, что нужно все-таки работать из джангла. Довкост должен закрывать. Ну, да. Есть игрок Hellraiser в коннекторе. Он вроде бы должен решать. Бондик подставился. Прострелом в лицо. Довкост. Что ж ты делаешь? Прекрати. Стико. Стико потушит как минимум двоих сейчас. Ну, одного так точно. Довкост ошибается. Соперник ошибается. Просто Кван Ванга. Пророк. Ну, что Стико. Бомба под него. Это очень хорошо. И хэдшот. Стико. Красавчик. Неплохо. Все-таки потащил. 13-13. Защита. Это что будет делать? Форс. Эко. Ну, какой форс. 13-13. Да. Нужно быть хладнокровными. Спокойно сыграть. Все-таки 14-й, не 15-й. Можно отдать. Какой матч? На самом-то деле хорошая драка. В хорошее время. Вечернее. Ну, и, конечно же, очень интересно, кто же заберет первую карту. Я думаю, возможно, победитель первой карты сможет забрать себе весь матч. Ну, опять-таки, непонятно, как на нюке себя проявит спирит. Если Ашер пикнули нюк, то хоть, ну, где-то уверены. А вот спирит, это загадка на нюке. Тут мы видим попытку, кстати, сделать какой-то стак. Бегают три игрока туда-сюда у тим спирит. Ну, параллельно, правда, Кебакин уже получил свой свинец. Ну, а теперь уже Ангел дает минус. Правда, 7 хп, конечно, остается. Но, тем не менее, он жив. А просто главное не подставляться. Амур, Смайк наказывает. Как опасно все было. Смайк не растерялся. Увидел второго, получил хэдшот, но также дал минус. Ну, все, вышли ковры. Это фондик. Без потерь, жестко, жестко. Ашеры взяли серьезно за концовочку карты Мираж. Денег мало, на самом деле. На АВП точно не хватит. Ну, да, в два АВП не поиграешь сейчас с Тим Спирит. Ну, и как же будут действовать парни? Возможно, теперь это будет какой-то агрессивный также раунд. Хотя, опять же... Вот у Тим Спирит нет АВП, а Шер могут выйти теперь в мидл. То есть там не будет этого бешеного давкоста. Ну, мало ли, а вдруг без армора, а вдруг хватило там. Ну, так точно не угадаешь. Выходит, выходит мидл Смайк. Видишь, все так же аккуратно. Через дымы. Теперь слышу демочку. Теперь понимаю, что здесь, возможно, попроще. Ой, как нашивает-то красиво. Смайк, что там случилось? Что, он на слепой уперся в стенку или что? Он просто сидел на морозе, получал демэдж и сидел дальше. Как жестко. Как жестко только что убрали Смайка. Давкост молодец. Даже без АВП может. А вот Сотфик слепой не ушел. Не ушел. Там Зеро тоже его не видел. Да, эту позицию, кстати, могут забыть, потому что уже из Китчена выпрыгнул парень. Ну, нет. Надо помнить про этого парня. Он может положить там всех. Там парень сидит до конца. Сейчас вся команда умрет, пока ты тут будешь сидеть. Уже бомбы ставятся, все получил по лицу. Но это провал. Просто провал. К сожалению для Team Spirit. Перехалдел. Ну, бывает. Как-то до Коста убили его сразу. Вот надо было. А может быть, еще надо было сидеть там, и потом будет там Ninja Diffuse делать. Ninja Diffuse. Ну, черт возьми, просто не повезло. Давай так скажем и все. Бакин, не повезло, не повезло, но мы видим, что 15 УАШР, финансы поют романсы у команды из России. И уже целых два маппоинта для террористов. Бакин за сейвит ОВП. Эти террористы, Скелл Рейзер за. Решили забрать чужую карту, судя по всему. Ну и, конечно, очень тяжело будет Team Spirit. Деньги, деньги не бесконечные. Не стал воевать со стика, хотя мог попытаться все-таки повоевать за вот это. Да не, калашик нужен, потому что... Синица в руках. Да. Чем этот журнал. ОВП в небе. Ну, есть скаут туда, в Косту, поэтому может быть. Может быть, не обоевать. И будет две юмпихи, Фамос и калаш засейвленный. Все, в ноль закупилась команда Spirit. Команда, команда Team Spirit. Как вчера Team X и Team AGG было, так сегодня. Новая мода Team дописывать. Это, кстати, ДОТ-организация. И так непонятно, что они команда, да? Команда, да. Мы не микс, мы команда. Да, мы не микс. Да, в Кост неплохо. Ой-ой-ой, только хотел сказать, накаляет мидл в каждом раунде, но что-то с молотовым не разобрался. Да, не родственник ли он, Даньки? Ну, ладно, ладно, посмотрим. Опасная ситуация в коврах. Что ж такое? Кондик должен-то давить. Да, девятый тэг. Причем ангел дал мидл. Просто разбил лицо тэгом, да. Но это сделал ангел. Ну, все, два в четыре. Девайсов нет. Поплыли Team Spirit, к сожалению, так классно боролись. Но по концовке, вот самый нужный момент, команда расклеилась. И это победа Hellraisers на первой карте. 16-13. Жесткая рубка, жесткий бой, но... А Шеры все-таки справились. А Шеры лучше, да. Шеры молодцы. Team Spirit как под конец первой половины, так и под конец второй. Начали отдавать раунд за раунд. Мы увидим 16-13 в итоге на табло. 1-0 по карту. Ну что ж, маленький перерыв. Далее карта Денюк. Так что вы должны просто, обязаны быть с нами, друзья, далее. Ну и, конечно же, посмотрим, как будут развиваться события в группе D. Уже, возможно, это будет финальная карта в этом матче. Но также сегодня еще один матч. О нем поговорим попозже. Пока что уходим на короткий перерыв. Спасибо. Продолжение следует...